Приветствую вас. Не знаю, повезло вам или нет, но отвечая на ваш вопрос, я человек с несколько иным взглядом на вопрос, который вы задаете. Подскажите, пожалуйста, как можно понять по глазам, что человек врет? В интернете дается противоколожная информация. В одних источниках вправо вверх в сторону, значит врет, в других вверх влево. Какой из них верный? Смотрите, на самом деле, просто так в интернете дается противоречивая информация, правда, в том, что нет какого-то единого ответа на этот вопрос, все люди разные и, в общем-то, в зависимости от привычки, можете мне поверить, люди будут врать, как бы, ну, совершенно по-разному, по-разному, располагая, так скажем, свои глаза. Вот. А если, если человек еще и прочитает вот эту информацию, которую вы написали, то вообще перестанет, как бы, себя дискредитировать, и тогда вы вообще не узнаете, вы знаете, врет вам или нет. Вот. Поэтому вы, в общем-то, сейчас себе не самую лучшую услугу оказываете, тем, вот, что, во-первых, задаете такой вопрос, во-вторых, так вот откровенно об этом, ну, как бы, пишете. Вот. Поэтому я думаю, что основная проблема здесь в том, первое, что вы боитесь, что вас обманут, и это, вот, вообще говоря, первый аспект, на который нужно обратить внимание вам, то есть, ну, откуда у вас вот этот, вот такой, ну, такой страх, что, что вас обманут, что вас обманут обязательно, да, вас уже обманывали. А если у вас, ну, как бы, какой-то такой вот, ну, болезненный опыт, скажем так, если есть, то как, вы этот опыт, ну, проживали, проживали ли вообще. Ну, вот, если не проживали, то, ну, соответственно, нужно помочь вам его проживать. Это первое. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Дело в том, что, по моему, в общем-то, убеждению, да, глубокому убеждению, человек всегда знает, врут ему или нет. А вообще-то это не так важно, когда человек четко для себя знает и понимает, куда и зачем он идет, что он делает, для чего он делает и так далее. На мой взгляд, вот, тому важно, обманывают его или нет, кто делает что-то для чего. Понимаете, какая штука? Вот, если кто-то что-то для чего-то делает, вот тут очень важно. То есть, иными словами, если кто-то что-то делает не потому, что он этого хочет, а потому, что надеется что-то для себя получить. Надеется, то есть, есть у человека, грубо говоря, какие-то, какие-то ожидания. Понимаете? И вот, если эти ожидания имеются, конечно, вы будете бояться, что вам врут. А вдруг мои ожидания не оправдаются, и все, и что тогда, и кто я, и что я буду делать, и все такое. Страшно. Жутко. Так можно, в общем и целом, вообще, никогда не расслабляться. Собственно, я думаю, что вы и не расслабляетесь. Я думаю, что вы очень редко расслабляетесь. Ну, понятно, что я сейчас немножко утрирую, да. Понятно, что вполне возможно, что вы расслабляетесь. Я очень надеюсь, что это так. Потому что, если нет, то крайне тяжело вам жить. Вот. Но, как правило, обычно, люди вообще вот расслабляются очень тяжело. Поэтому я бы здесь пересмотрел бы свою позицию, а зачем я вообще делаю то, что я делаю? Для чего я делаю то, что я делаю? Чтобы что? Я вообще чего хочу? Ну, вот. Я сама. Вот. Мне вот как бы, ну. Вот это все. Для чего? Мне это все зачем? Понимаете, да? Какая штука? Вам нужно ответить себе на этот вопрос. Вам нужно войти в контакт с собой. Вам нужно, как мне кажется, стараться чувствовать, присутствовать, когда вы находитесь, ну вот, во взаимодействии, например, с человеком. Когда вы находитесь во взаимодействии, например, ну, с собой. Понимаете, да? Да. А пока что ведь этого ничего не происходит. Пока что ведь ни о каком взаимодействии, ну, с собой речь не идет. Есть только такая вот некая потребность узнать, что чувствует и что делает другой. Понимаете? Вот хочется вас, знаете, спросить. За что же вы себя так не любите? Как так вышло, что вот, ну, настолько вы себе не интересны? Что вы можете так легко поставить свою жизнь ниже, чем, ну, ниже жизни другого. Понимаете? Очень грустно, и я не шучу. Очень грустно, когда я замечаю это. Мне кажется, что вы никогда не сможете узнать досконально и наверняка врёт ли вам человек или нет. Хотя бы потому, что некоторые могут, ну, как бы, делать это вообще на автомате. Некоторые могут делать это по привычке, потому что для них это привычно. Для них привычно обманывать, для них привычно говорить неправду, и вот можете поверить, они это делают чаще, абсолютно случайно. Ну, то есть, я имею в виду, что, когда у человека к этому привязано какое-то действие, например, положение глаз, это хорошо, но корреляция совсем не обязательна. Вот, я надеюсь, что вы услышите меня, постарайтесь меня услышать. И заметите, что ключевая проблема не в этом, не в том, чтобы понять, врёт другой человек или нет. Это, знаете, такая легенда, своего рода, это легенда, что вот есть какой-то точный способ узнать, врёт человек или нет. А что если человек уверен в том, что говорит правду, а на самом деле обманывает? Что если для него, ну, для человека, правда, ну, не то же самое, что есть правда для вас. Что тогда? А ведь так тоже бывает. И бывает довольно часто. Как видите, есть довольно много, довольно большое количество нюансов. И все эти нюансы, все очень сильно усложняют жизнь. Сложно в такой ситуации. И я надеюсь, что вы со мной согласитесь остаться, ну, счастливой, остаться свободной и так далее. Выход есть. Учиться слышать себя и ставить свою собственную жизнь важнее жизни других людей. Чтобы вы у себя были на первом месте. Чтобы вы чувствовали, что вам хочется делать для человека, а чего не хочется. Это реально? Вообще говоря. Более чем реально? Вообще говоря. Здесь нет магии. Но просто нужна практика. И ваше желание меняться. А еще необходима работа с вашими тревогами, страхами и негативными опытами. Которые у вас, скорее всего, имеют место быть. Почему я говорю, скорее всего, потому что вы фокусируетесь на лжи. То есть вам уже кажется, что человек ворвёт. Да? Значит, либо у вас возникают каким-то образом мысли о том, что вам могут, ну, соврать. И вы пытаетесь. И вы пытаетесь себя защитить от этого. Вот. Либо вы проецируете, то есть переносите на другого то, что, допустим, ну, к примеру, сами вот где вы хотите соврать. Вот. И все же, и все же, одну небольшую подсказку я вам дам в качестве бонуса. У меня есть подозрение, что вы ухватитесь за нее, уцепитесь и возомните палочкой-выручалочкой и не пойдете на психотерапию, которая вам так нужна. Но, на мой взгляд, если вы не хотите идти на психотерапию, вы не пойдете и так. А помочь вам хочется. Так вот. Посмотрите на то, как часто человеку бывает стыдно. Посмотрите на то, часто ли человек пытается быть не тем, кем он кажется. Посмотрите на то, пытается ли человек быть лучше, чем он есть на самом деле. Посмотрите на то, преувеличивает ли он, ну, например, свои заслуги, свои достоинства. Склонен ли человек приукрашивать какие-то вещи? Если ответ на эти вопросы – да, то, скорее всего, в том, что он вам говорит, действительно есть ложь. И вы никогда не угадаете где, потому что, как я и сказал, прямой корреляции между враньем и какими-то действиями нет. Врут люди всегда из чувства. И врут люди всегда из чувства страха и чувства стыда. И если вам важно понять, склонен ли к обману ваш собеседник, партнер, друг, романтический партнер, родной человек, коллега. Смотрите на него вот с этой стороны. Если чувство страха и чувства стыда присутствуют, будет и вранье. Чувство стыда, стеснения, когда человек стесняется, когда человек скромничает – это все основные генераторы. Нет, понятно, бывают патологические вруны, которые врут, как бы, не имея чувства стыда. И страха врут, ну, врут, как бы, просто из, скажем так, выгоды. Врут, потому что выгодно. И вообще, любой человек, вот, свое вранье, он всегда оправдывает выгодой. Но это не так. Не выгодно здесь играть ключевую роль. Не выгодно. Совсем. Не выгодно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Обязательно вам она пригодится.